Дайте знать, как меня слышно. Обозначьте, что сегодня у нас тут хрипит опять. Так, восьмерочка, сейчас мы подрегулируем. Не должно хрипеть, хрип убраны. Показывает мне компьютер. Так, громко. Может быть мне надо... Так, сейчас как? Евгений, плохо слышно меня, да? Вот, десятка, Боркин Алексей. Лучше. Так, значит, я, конечно, постараюсь в следующий раз одевать наушники, так? Вот, говорят, что лучше слышно с наушниками. У меня они с собой. Я вас приветствую, дорогие друзья из Санкт-Петербурга. Хрипит. Так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... 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 Я понимаю, что проскакивает информация о том, что и как будет с акциями, когда они будут. Мы видим, что есть определенная стоимость акций или инвестиционная стоимость акций, и мы с этим работаем. Но чтобы осознать и не выдумывать сильно, ковыряясь в носу, я извиняюсь за такое сравнение, или поглядывая в потолок и думать, а вот, наверное, акции будут столько стоить, или хорошо было бы, если бы они стоили столько. Это зависит не от того, как мы желаем, это зависит от многих факторов, но в первую очередь от того, когда мы говорим об внутренней электронной бирже, а к этому мы очень близко подошли, дорогие друзья, и сегодня я вам постараюсь показать, где, на каком этапе будет целесообразно вводить электронную биржу. Хотя это неоднозначно, но тем не менее цифры позволяют такой небольшой прогноз, анализ сделать. И мы его с вами совместно проведем сегодня, чтобы вы понимали, что значит прогнозирование стоимости на внутренней бирже акций. Ведь что тут греха таить? Целый ряд людей из нас, из инвесторов, есть таковые, которые, ну, скажем так, под влиянием старых моделей или моделей прошлого бизнеса приобретали, значит, приобретали инвестиционные пакеты, которые стояли из акций. И тем самым в надежде, что вот сейчас я быстренько нахватаю пакетов, я извиняюсь за выражение, да, миллион акций отложу в сторону, в надежде быстренько их продать. Ну и немножко еще прикуплю или немножко еще приинвестирую, стану еще там сколько-то оставлю себе, глядишь, когда-то буду получать дивиденды и так далее. То есть делаю такой быстрый бизнес, там куплю квартиру, я не знаю, куплю машину, рассчитаю с долгами, что угодно. Значит, были люди, которые по разным причинам проинвестировали и даже в долги повлазили. И вот они стоят и ждут, пишут письма, обращаются в головную компанию, что когда будет, когда будет. И вот Анатолий Дарвич и вот совет чувствуют, что нужно вводить. И вот мы сегодня немножко проанализируем, что могло бы дать открытие электронной биржи и какова стоимость вопроса сегодня. Но это не единственная тема, мы сегодня еще раз поговорим с вами о том, как, значит, о некоторых новостях, вообще что в мире происходит. Ведь смотрите, дело в том, что мы с вами, к счастью, попали в процесс инвестиций, когда мир очень интенсивно, если не сказать бурно меняется. Кто-то скажет, ну что, вчера было, сегодня, завтра будет одно и то же. Нет, дорогие друзья, взгляните на мир месяц назад. Это начало ноября месяца, когда, скажем, практически проходили выборы в Соединенных Штатах Америки. И что произошло после этого? Возьмем хотя бы, значит, саму Америку. Америка, наконец, поняла и народ показал в Америке, что, дорогие друзья, что, смотрите, мы пошли потому и выбрали и дали возможность Трампу обозначиться как президенту, что он смотрит внутрь государства. Это очень быстро откликнулось на самых маленьких государствах Евросоюза. Я не буду ходить дальше, я не буду говорить за Францию, я не буду говорить за Испанию, за Англию и так далее. Я скажу вам за Эстонию, за Латвию и за Литву. В Эстонии за это время сменилось правительство. То есть абсолютно новая коалиция собралась, и они тоже смотрят несколько, не несколько, а крупно иначе. У нас стало возможно в Эстонии, стало возможно объявлять и говорить о том, что чиновники не совсем правильно расходуют государственные деньги, что мы идем как бы под пятой Евросоюза, мы выполняем чьи-то так называемые политические поручения наши чиновники и так далее. И сейчас это все очень сильно проходит ревизию. И возникли разговоры о том, что пора подумать и о Рейл-Балтике, которая абсолютно является ермом на последующем поколении Эстонии. Хотя большую часть стоимости этой очень дорогостоящей транспортной скоростной, не высоко, а просто скоростной магистрали, ляжет на Евросоюз, но ляжет и на плечи эстонского народа, тех, кто сегодня еще только в школу ходит. Ну вот, и это очень серьезно. Были мы недавно в начале недели, мы были в Шавляе выступали. А вы знаете, как Шавляй связан с технологией Скайвей. Ведь первично экотехнопарк планировался, планировался, и уже была выделена земля рядом с Шавляем для строительства экотехнопарка. Ведь наше конструкторское бюро изначально базировалось в Вильнюсе. И по причине как раз вот этого самого Rail Baltic, там разных политических игр, практически распоряжением президента республики или государства было запрещено этот проект продолжать. Он был закрыт там, причем был закрыт не очень хорошими методами. Была брошена тень, очень сильная тень лично на Анатолия Эдуардовича, как будто бы он там, бог знает что, сотворил. Но не случайно мы оказались в Шавляй, нас пригласили туда. Мы провели там семинар-презентацию, на которой присутствовали и чиновники мэрии, и городской думы. Причем было из три корреспондента, фотокорреспондента присутствовали, телевидение было на месте. И вы знаете, мы почувствовали, что, брали у нас интервью, мы почувствовали, что вопросы, которые задавались, были конструктивны. То есть люди начали присматриваться очень внимательно к тому, что происходит вокруг, не оглядываясь на то, что скажут политики в этом смысле. И это очень отрадно, это такие индикации, которые дают энергию, дают сил, и говорят о том, что мы в правильном направлении двигаемся. Значит, очень важно еще то, что фактически наш процесс идет планированно, и это очень важно. Но смотрите, у нас уже начинает недоставать различных механизмов. Площадка SkyWay Capital, она постоянно совершенствуется. Мы перешли в новый формат личного кабинета, но целый ряд технических средств как бы не позволяют нам, или вернее не оперативно срабатывают, чтобы разрастался контингент и сеть наших инвесторов. Есть трудности, есть трудности с банковскими переводами и так далее, и в связи с этим ведутся масса работ по развитию нашей структуры. И вот одним из этих направлений является и так возможно создание всемирной ассоциации акционеров, инвесторов SkyWay. Поэтому об этом мы тоже сегодня поговорим с вами. Но все по очереди. Давайте, значит, посмотрим. Я просто для того, чтобы напомнить, к сожалению, очень много в последнее время все-таки я с методичностью, пардон, значит, такого занудного человека, если бы не сказать идиота, постоянно повторяю вот одно и то же о том, как у нас, откуда у нас взялись акции, или вернее, как получился наш ребенок. То есть, видите, но тем не менее задаются вопросы, откуда взялись акции, а вот мы не понимаем это, мы не понимаем то, как с этим поступить и так далее. Поэтому, значит, а тут есть вопросы, друзья, история. А миллион долларов Литва вернет, скажите, там даже больше, чем миллион долларов, друзья. Дело в том, что, ну, процесс, судебный процесс идет, сейчас об этом не будем говорить. Ведь то, что мы там проводим, это тоже является так называемым косвенным влиянием на определенные решения, которые будут приниматься в государстве. И это не тема сегодняшнего разговора, но, чтобы вы понимали, этим мы занимаемся и помогаем этому процессу. И, скажем так, не все так просто, или не все таково, как вам кажется скоро видать из... Нет, а почему? Значит, кто там пишет? Литовцы молодцы, вовремя раскусили и погнали из стороны... Жуль, кто там пишет? Он сбегал сначала из России. Кто-то у нас тут какой-то тролль появился. Значит, ну, ладно. Значит, это кто-то тут пишет ерунду абсолютно. Вы, дорогие друзья, сейчас они жалеют, что они это дело сделали. Это было там сказано, причем вопрос был задан, что, а можно ли рассчитывать, что в Шавляе будет транспортная структура по технологии... У них есть там проблемы по технологии Скайвей. Да, если это будет целесообразно, если это будет финансироваться. Поэтому все это так, как она есть. И таким образом, возвращаясь обратно, Global Transport Investment, вся технология имеет такую... Она ценена в такую-то стоимость. Мы здесь с вами, Евразин Рейлс Кавей Систем Холдинг, акционерным капиталом, который этой компании является 15% из... Это половина из привилегированных акций из типа B. Вот. Они дают преимущества, привилегии получения прибыли компании JTI. Что это значит? JTI получает миллион прибыли, 20%, 200 тысяч идут сразу, отчисляются на прибыли, на привилегированные акции, все остальное распределяется только после этого. На развитие там, на какие-то другие расходы и так далее. На расширение сначала отдается 20% компанию Евразин Рейлс Кавей Систем Холдинг. А дальше уже делается здесь, что хотят. А Евразин Рейлс Кавей Систем Холдинг, у нее никакой другой деятельности нет. Она раздает дивиденды уже акционерам, инвесторам. Всего акций выпустила Евразин Рейлс Кавей Систем Холдинг 60 миллиардов. И вот это те акции, под залог которых мы с вами осуществляем инвестиции. У нас будет акция А или Б. У нас, дорогие друзья, простые, Людмила, у нас акции Евразин Рейлс Кавей Систем Холдинга. Это простые акции этой компании, но ее акционерный капитал состоит из акций B, Global Transport Investment Company. Понятно, да? И у нее никакой другой хозяйственной деятельности нет и не может быть по уставу, кроме как ведение реестра акционеров и соблюдение интересов инвесторов. Все. Это значит, что вся прибыль, которая поступает, она практически за вычетом налогов, только налог какой-то может быть, это 3000 долларов в год за ее регистрацию. Все. Остальное идет на распределение дивидендов акционерам. Сколько и здесь будет. Сколько акционеров приобретут все эти 60 миллиардов акций. Вот все. Механизм таков. Вот столько для начала ознакомления и разогрева по этой теме сегодняшней. Восьмой этап, о котором я уже говорил, это то, где у нас из тех 60 миллиардов, 7,5 миллиардов акций выданы на залог, или являются так называемыми залоговыми акциями, под инвестиции в 20 миллионов долларов. Понятно, да? Вот. Таким образом, куда пойдут вот эти 20 миллионов? Здесь много перечень. Но я вынял первое. Завершение создания рабочей документации трасс городского транспорта. Продолжение проектных работ и начало разработки новых средств. Тут помещается сертификация, подготовка сертификации транспортной структуры, строительство транспортной структуры высокоскоростной. Потому что высокоскоростная транспортная структура сейчас готовится, идут подготовительные работы, целый ряд соглашений и разрешений получен от Беларусьэнерго и так далее. Поэтому здесь много работы. Под это все идет. Это мощный потенциал, о котором я говорил, для предпринимательства. Вторым мощным потенциалом является то, что горизонт инвестирование в транспортные адресные проекты. На ближайшие, как только сертификация заканчивается городских трасс, начинается работа. Заканчивается сертификация грузовых трасс, начинается сертификация. Заканчиваются скоростные трассы, начинается сертификация заканчивается, начинается строительство. И естественно легких транспортных средств, которыми являются юнибайки. Она практически будет первой завершена, она не требует больших усилий. И здесь у меня старые данные до 250 миллиардов долларов уже существует и почти 60 тысяч километров дорог. Вот на первые три года у нас объем. Он может еще вырасти, дорогие друзья. И поэтому я так полагаю, что со второй половины следующего года большим и много усилий придется уделять тому, чтобы выстроить структуру, способную управлять процессами управления будущими адресными проектами, управления будущими инициациями, будущими проектами. Обеспечение документацией будущих строительных и быть генеральным подрядчиком. Вы знаете, что Global Transport Investment практически во всех будущих проектах будет генеральным подрядчиком. Это требует очень больших усилий, требует создания структуры, требует массу работы. Поэтому это тоже является опять-таки инициация адресных проектов, это работа, которую тоже на себя скорее всего может взять в какой-то степени помочь ассоциации инвесторов. И таким образом, теперь давайте посмотрим, что же у нас вообще происходило по этапам. Смотрите, с первого этапа, вот видите, первый этап и 15 этап, да, сумма 60 миллиардов долларов. Это те, которые, вот акции, которые на каждый этап под инвестиции вводятся. Вот мы находимся сейчас на восьмом этапе, 7,5 миллиардов, всего инвестиционный объем 20 миллионов и пределы дисконтов от 1,125 до 1,300. Но, смотрите, значит, о чем это говорит? Это говорит о том, что возьмем для начала какой-то из этапов, возьмем пятый этап, когда у нас была очень хорошая возможность, на пятом этапе, мы помним в конце пятого этапа, значит, у нас был тот самый дисконт 1,600. И поэтому здесь ориентировка по стоимости тысячи или одного миллиона акций, она такова, какая она здесь есть. То есть, скажем так, 100 тысяч акций, или вернее, миллион, извиняюсь, 100 тысяч, по стоимости тысячи и одного миллиона акций, да? То есть, миллион акций он где-то стоил до, он даже стоил здесь 2,5, это усредненная цена, он стоил 2,5 тысячи долларов. Мы потом там увидим с вами на таблице другой. Вот, теперь смотрим, вот здесь мы видим, какие есть, но здесь разобраться сейчас не очень удобно. Мы видим, что, например, начиная с восьмого этапа, уже можно начинать думать, смотрите, значит, миллион акций на восьмом этапе, он где-то стоит от 4,5 до 6,800. И это достаточно высоко, мы можем сравнить, какова разница была здесь и здесь, да? К чему я это говорю? Я это говорю к тому, что, смотрите, на восьмом этапе, миллион двести тысяч акций, чтобы, как бы, стать владельцем, нужно проинвестировать пять тысяч долларов. То есть, мы становимся, проинвестировав пять тысяч долларов, становимся таким, как бы, владельцем. Вот она здесь, строчка, видите, идет. Я сейчас увеличу. Так, здесь можно увеличить. Можно. Так, сейчас попробуем увеличить. Увеличивается. У меня не достать, у меня тут немножко маленький компьютер, не сделать это. Но, я надеюсь, вы видите, здесь строчка есть, да? По этой строчке видно, что дисконт за двести сорок и пять тысяч долларов, миллион двести акций. Это такая строчка есть в наших инвестициях. Вот. Таким образом, мы видим, какова стоимость, или, так называемая, оценочная стоимость акций, затратная. Теперь, давайте сравним восьмой, пятый и девятый этап. Восьмой этап, один, двум, стан, сорока, пять тысяч долларов, так называемая стоимость, или затратная величина. Пятый этап, две с половиной тысячи. Девятый этап, при таком дисконте, тысяча двести акций, это будет шесть с половиной тысяч. О чем это говорит? Это говорит о том, что на пятом этапе сто тысяч акций стоило сто шестьдесят шесть долларов, или их стоимость, так называемая, значимость была на восьмом этапе уже четыреста шестьдесят шесть долларов, на девятом пятьсот сорок один доллар. Это значит, что на девятом этапе уже появляется смысл открытия электронной биржи. Потому что, смотрите, все те, кто приобретали какие-то, становились акционерами до того, а я не говорю об этих этапах, дорогие друзья, я не говорю вот об этих этапах, да, первых. Ведь многие и там приобретали, и многие и там как раз вошли как инвесторы, которые надеялись и надеются и сейчас еще на достаточно большой, быстрый доход. Уже появляется интерес здесь. И что это значит? Это значит, что не мы будем с вами друг с другом торговать при открытии электронной биржи. Это значит, что электронная биржа, которую открывает компания или группа компаний Skyway, она говорит, что, дорогие друзья, скупаю акции, уже начинает скупать, уже начинается процесс покупки, купли-продажи. Скупаю акции по цене, например, четыреста долларов. Четыреста долларов. Почему это выгодно делать? Это выгодно делать потому, что, скупив по четыреста долларов, она использует акции для того, чтобы не вводить, не вводить. Помните, да? Не вводить. Вот из этих акций в залог, а вводить уже, вводить уже те, которые накопятся на внутренней электронной бирже. Не вводить отсюда из этих, допустим, это если девятый этап, да, то на девятом этапе у нас, смотрите, на девятом этапе 25 миллионов акций будет введено, вернее, извиняюсь, 7 миллиардов акций под 25 миллионов инвестиций. И уже начинает быть выгодным у тех, кто желает реализовать свои акции, их скупить на электронную биржу и выставить по пакетам девятого этапа для их приобретения. Выставлять их для инвесторов, глобальных, больших инвесторов с большими суммами и так далее. То есть появляется интерес в торговле, появляется интерес и у кого-то там еще их приобретать и так далее. То есть там появляется целый ряд инструментариев, которые можно будет приобрести. Цель моя, почему я это вам показывал, показываю только лишь такова, чтобы вы поняли, что начиная с девятого этапа можно уже начинать говорить. Если мы с вами посмотрим, а что у нас на десятом этапе, то здесь вообще картина начинает быть очень интересной. То есть это, скажем так, у нас здесь уже будет, здесь будут значительно больше разницы, да, условная там будет почти с первым этапом, почти на 800 долларов на 100 тысяч акций. Но мы видим 100 тысяч акций. Это еще не то время, когда ими имеет смысл как бы начинать торговать. Но бизнес уже можно вести. Понятно. То есть так называемая внутренняя биржа может быть, если кого-то действительно там сильно приперло, то можно эти акции реализовать. Сам основной, ведь смотрите, сама основная стоимость на электроны, поэтому не надо здесь никаких сильных к себе иллюзий строить. Может быть у кого-то, это вопрос биржи, да, у кого-то она может быть и скупит, скупит акции в зависимости от количества, по более высокой цене, но, скажем так, потому что у человека такая необходимость возникла. А может быть и нет. Есть разные варианты, вот, но появляется эта возможность или этот интерес у компании, у группы компаний только после вот с 9 и после 10 или на 10 этапе. Значит, здесь есть вам Наталья. Налог от прибыли будет уходить в страну, где зарегистрирована компания. От какой прибыли? Значит, если вы имеете в виду от прибыли, которую вы получаете, то да. Значит, если вы имеете в виду от прибыли, которую получает компания, то тоже. Компании, у компании Евразин Релс Кавей Систем Холдинг, для нее, смотрите, для нее, для этой компании, она зарегистрирована в British Virginia Islands, то есть BVI, вот, там налог, он нулевой, прибыли. Тем более, если эта компания занимается транспортным бизнесом. В данном случае косвенно она обеспечивает транспортный бизнес, развитие транспорта. То же самое на Кипре. Так что и так, и так, где у нас реестр, международный реестр акций Евразин Релс Кавей Систем Холдинга. Так что, вот, эта прибыль, которую получит, а все, что поступит ей Евразин Релс Кавей Систем, под эти, значит, привилегированные акции, это является прибылью, то вот, это тут отчислений никаких нет. Значит, где за резервы? А если это, мы говорим об инвесторах, которые получили, являются владельцами этих акций, то я об этом тоже говорил, что действует правило той страны, где зарегистрированы акции. Но есть страны, которые берут разницу, например, если в той стране, допустим, 5%, а в стране, где президентом является акционер 10%, то 5% уплатил там, в своей стране уплатит ту разницу, которая действует в ее стране. Если, допустим, там, ну, я не знаю, например, в стране, там, в России 10%, в России 15% из дивидендов, да, и кто-то уплатил 5% в стране регистрации компаний и акций, то в России надо еще 10% отдать будет. Но, дорогие друзья, здесь ничего страшного нету. Ну, как говорится, дай бог нам дожить до дивидендов, что абсолютно реально, абсолютно нормально. И надо делиться. Ведь, понимаете, ведь мы же живем в стране, где мы живем, и этот менталитет, который у нас есть, мы не будем там жить лучше от того, что у нас будет больше денег. Вы понимаете, да? Ведь социальная структура, кто-то скажет, ну, Маслов, тебя занесло, значит, что, смотри, у нас все равно есть чиновники там, которые, значит, не совсем хорошо управляют. Да, но есть масса социальных программ, которые выполняет государство. Это и медицина, это и обучение, это и воспитание детей, это и целый ряд услуг, которые обеспечиваются, это благоустройство улиц, это благоустройство парков, садов, что угодно, дорог. Да, там есть косвенные инвестирования, но это все идет из наших налогов, дорогие друзья. Поэтому я рекомендую вам мыслить, как бы, категориями людей самодостаточных, и тогда ничего страшного, когда ты подготовлен, и какой-то налог в своей стране надо платить, ничего здесь страшного нет, не надо прятаться от налогов, дорогие друзья. Правильно, Ольга Лондон, конечно, надо платить. Вот Ольга в Лондоне, она знает, сколько платят англичане, сколько платят шведы, и ведь неплохо живут в целом, но хуже, чем мы. И таким образом, друзья, давайте пойдемте дальше. Мы с вами посмотрели, и здесь видно, то есть я в какой-то степени надеюсь, что я вам ответил. И вот смотрите, теперь я еще раз повторюсь, что инвестиционный продукт, что является инвестиционным продуктом, и важно ли вообще знать. Так, Ольга Лондон, по вашим расчетам, когда будет цена акции один к одному, по одному доллару? Это покажет биржа. А биржа, что является, как бы, индикацией для биржи? Она будет на мировой, ну, как на какой-то, на одной из международных бирж, куда будет выводиться эти акции. Самым главным индикатором является то, смотрите, сейчас я вам покажу. Самым главным индикатором для мировой биржи, они же ведь не дураки, как и мы, мы же тоже умные люди. Мы знаем, что акции, которые владеет вот эта компания, зависят от того, дивиденды и стоимость акций, какова капитализация в GTI. А капитализация акций в GTI через что идет? Через, самое основное, через строительство транспортных структур, через адресный проект, вот через это, через адресные проекты, которые она управляет. В чем это выражается? Оно выражается, друзья, вот в этом. Видите, сколько заказов у этой компании есть. Если это сегодня, допустим, или это, скажем, будет в течение трех лет, будет 300 миллиардов, 300 миллиардов, да, в течение трех лет, то это значит, что прибыль оттуда можно ожидать 30 миллиардов. Понимаете, да? Теперь 20% от 30 миллиардов, это сколько? 10% от 30 миллиардов, это 3 миллиарда, а 20% от 6 миллиардов. И что этот расчет на коленке нам показывает? 6 миллиардов. Он показывает, что, дорогие друзья, у нас на акции, на акции, на акции, которые 60 миллиардов, есть деньги, там мелочевку мы заплатили, почти 6 миллиардов, то есть 10%. Уже это зависит, это уже говорит о том, что, ага, эти акции целесообразно приобретать. И биржа активно отреагирует, начнут скупать на бирже акции. И о чем это говорит? Это говорит о том, что рыночный закон говорит, что стоимость, биржевая стоимость акций поползет вверх. Когда это может быть? Говорю вам, когда. Смотрите. 1, 3, 5 лет. Это нормальный срок капитализации, скажем, и выхода этих акций на эту стоимость. Может быть, я ошибаюсь. Здесь есть еще целый ряд факторов. И сейчас, поймите правильно, сейчас мировая экономика и финансы, они уже как бы вышли из старых, рамок старых, как бы, парадигм. Я рассуждаю здесь абсолютно консервативно сейчас. Но посмотрите, в момент, правильно нужно выбрать момент, когда выводить акции на мировую биржу, значит, на торговлю. Ведь, смотрите, не исключено, что эксперты поймут, что да, на биржу выведены акции компаний, которая владеет абсолютной современнейшей технологией строительства транспорта нового поколения. И независимо от того, а считать они очень хорошо умеют, и они сразу сообразят, что с этим, независимо от того, есть уже эти проекты или нету, они сразу поймут, что, ну, естественно, там должно быть и определенный, там же ведь целая, целая типа документов, которые выводятся. И инвестор, прежде чем он приобретает с мировой биржи акции, он знакомится с тем, в каком состоянии находится компания, чьи акции туда выведены. И он оттуда посмотрит, какова динамика, какова, значит, динамика заказов, он спрогнозирует еще что-то, да, он поймет, что компания идет нормально и отреагирует на цене, на количество скупаемых акций и так далее. Плюс есть возможности различных манипуляций. Мы же должны знать, что фактически мы не сами будем выходить, мы обязательно привлекаем, уже сейчас, я уже говорил об этом, идет процесс, как бы, сотрудничества с крупными инвесторами, а они все, все три группы, с которыми идет такая уже более-менее упорная, как бы, работа, они все имеют компетенции и крупный опыт выведения компаний на мировой рынок акций. Это их бизнес такой, они инвестируют, помогают быстро достичь уровня или, насколько это возможно и целесообразно, подготавливают эту компанию и выводят ее и говорят, вот, сейчас самое время выходить, сейчас ситуация такая, если надо, там, возможно, другие какие-то манипуляции, имея очень большие деньги, можно еще и подсуетиться и, как бы, подготовить биржу динамикой интересов определенных. Но это уже такие черные сценарии или серые сценарии. Не хочу об этом сейчас говорить, и это не моя стезя, я просто буду так сейчас манипулировать различными возможностями. Скажу коротко, еще раз, проговорив длинно, на ваш ответ, что понимаете, значит, что вот от таких вещей зависит. Значит, Владимир, вы озвучиваете 60 миллиардов, а куда отнести с корпорейшем? Они пока в резерве. Эти акции, дорогие друзья, они здесь в резерве. Вот эти 15%, здесь еще 70% есть простых акций. Понимаете, да? То есть они зависят от того, как, значит, пойдут дальше инвесторы. Дальше же ведь адресные проекты пойдут, под них нужны акции, ведь я же не случайно вам говорю, что создается, для чего создается, как бы, ассоциация, чтобы мы могли, во-первых, участвовать с этими акциями, чтобы, как бы, сохранить весь этот бизнес и так далее. И поэтому это еще вопрос будущего. И с ними, чем позже они выйдут, тем лучше. Вы же понимаете, на рынок вышли 60 миллиардов или на рынок вышли 120 миллиардов акций. Разница есть. И всего 60. Поэтому, конечно же, головная компания будет держать, и она заинтересована, чтобы стоимость акций поднялась. И только тогда выдавать свои акции на биржу, когда стоимость поднимется. Поэтому, поймите правильно, будет период, когда вначале не будут эти выводиться, они будут вводиться только в проекты для финансирования или создания условий финансового потока будущих адресных проектов. Ну, исходным условием является то, что эти акции, вот эти акции, да, находятся уже на рынке, на мировом рынке ценных бумаг, что дивиденды идут только по акциям Б, а на них отчисляется здесь стоимость заказа. Нет, не отчисляется, дорогие друзья. Это так называемая традиционная логика, значит, что прибыльность, прибыльность заказов или прибыльность производственной деятельности, а это производственная деятельность, она, есть сейчас производство, сейчас многие производства работают в 3%, в 5%, потому что уже как бы заезжено все. В цепочке очень много посредников, им всем надо тоже платить, и поэтому со всеми делятся. У нас не будет здесь посредников, дорогие друзья, поэтому 10% это минимальная прибыльность наших проектов, но и задирать нельзя, чтобы быть конкурентоспособным, чтобы не задирать себе стоимость этих трасс, понятно, да? быть, ведь это начнет потом влиять на билеты, начнет влиять на стоимость тех грузов, которые перевозятся. Это же очень взаимосвязанные вещи, мы об этом тоже с вами будем в ближайшее время говорить, как влияет цепочка поставок, да, влияет вообще на стоимости акций. Об этом тоже будем говорить, или вообще на прибыльность. Но в данном случае, отвечая на ваш вопрос, Василий, что здесь не совсем правильно вы поняли, здесь вопрос таков, что дивиденды идут, не дивиденды идут, а прибыль получается, а дивиденды уже выплачиваются из той прибыли, которая получена. Логика такова, а прибыль получается от дохода, вернее, после вычисления из дохода, расходов и прибыльность проектов, как правило, вот наших будет от 10% и выше. Я не хочу манипулировать, и Анатолий Эдуардович об этом всегда говорит, не надо, как бы, иллюзий, людям еще более, как бы, розово все описывать. Потому что ситуации различны, средний процент будет не ниже 10, поймите правильно, могут быть и выше проекты, поэтому просто для расчета это проще, а жизнь покажет сколько где и как. Будет ли возможность передачи акций со своего кабинета другому лицу в его кабинет? Да, когда, значит, из кабинета в кабинет нет, дорогие друзья, это логика неправильная, ведь, смотрите, мы этого не имеем права сегодня, во-первых. Теперь, если мы говорим об внутренней электронной бирже, то там тоже вопрос таков, что не мы торгуем, а мы посредством электронной внутренней биржи группы компаний Skyway можем продать или купить. Я отдал, я не знаю, Иванов, Петров, Сидоров, кто это, или может быть миллионер Black из Штатов приобретет эти акции, я не знаю, они ушли в котел общий. Я получил свои деньги, все, биржа продал, а друг другу мы еще не сможем продавать, мы и в будущем это не сможем сделать, понимаете? Потому что у нас есть акции, они занесены в реестр, и реестр является той площадкой, где фактически они зарегистрированы. Все. Понятно, да? Вот передача акций. Что такое передача акций? Вы никак их не передадите. Так, какой процент от прибыли идет на дивиденды, часть идет на развитие. Василий, я же объяснял вам, что в начале, или вы только позже вошли, значит, что, значит, компания, Евразин, извиняюсь, GTI, прежде чем начинать на развитие отчислять, от 100 или от, ну, допустим, 1000, или там, ну, как правильно сказать, получил миллион прибыли, так? Миллион прибыли, не дохода, а прибыли уже, да? Теперь эту прибыль надо распределить. В нашем случае логика такова, в первую очередь 20% от этой прибыли отдается на те акции, которые уже выделены, да, то есть 200 тысяч из миллиона, и 800 тысяч, вот они уже распределяются на развитие там, еще что-то, на покупку чего-то и так далее. От заказа к его общей цене, прибыль плюс себестоимость. Есть 10%, себестоимость плюс 10% это есть прибыльный проект. И плюс еще то, это расчетная прибыльность, и плюс то, что удалось сэкономить в процессе. Хорошим примером в данном случае, Василий и все другие, кто вы меня слушаете, является Экотехнопарк. Смотрите, значит, я насчитал, когда я считал таблицу, смотрите, я насчитал, видите, здесь 236 миллионов, а здесь у меня что написано? И в проекте Экотехнопарка что написано? Условная стоимость 300 миллионов, да, вот уже эта цифра менялась, ведь мы с первого этапа, мы уже два года работаем, да, больше даже, третий год, вот, и она менялась, и сейчас она 236 миллионов. Уже себестоимость за счет рациональных каких-то дел снижена. Это тоже влияет на прибыльность. В данном случае, если мы посмотрим наш парк, то мы можем сказать так, что уже есть, если мы возьмем разницу между 236 миллионами и 300 миллионами, то мы увидим, уже прибыльность обеспечена за счет рациональных решений в проектной, там, в другой деятельности и так далее, и так далее. Когда нам удастся инвестиции, вот такие инвестиции, этими инвестициями решить все задачи Экотехнопарка. Вот, ровно так и в другом случае. И если мы говорим о прибыльности, о себестоимости, в данном случае вторым элементом, который дает прибыльность, это то, что, например, технически удалось решить не 45 километрами тестовую трассу высокоскоростного транспорта, а 15, ну, 16, если пополнить, быть правильным. Разница, там, скажем так, 30 километров. Помножьте один километр на 3 миллиона стоимость, условно говоря, стоимость 3, а сейчас говорят 3, 4, 5, 7, 8, как говорят грузины, да? Вот, то есть, ну, возьмем даже по 3 миллиона, это же, смотрите, какая сумма. Вот, вот это является, оно дает тоже прибыльность, это реальная прибыльность, то есть это прибыль, которая получается в процессе производства в данном случае. Вот, рассчитали так, получили так, поэтому, когда я говорю 10 процентов, это расчетная прибыль. Владимир, один, словно, цена, так, 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 стоп, Владимир, так, сама цена, акция 1 доллар может быть только на, конечно, абсолютно правильно, Ольга, на внутренний не ожидать. Вот, не знаю, но думаю, что нет, потому что, может быть и будет, может быть, вот здесь, смотрите, вот здесь, может быть, уже и будет иметь смысл, начиная с 13, 14, 15 этапа, эти дисконты проектные. Если дисконт будет 1 в 5, то, может быть, имеет смысл, опять-таки, использовать не из 60 миллиардов, а использовать из той части, которая продана из 60 миллиардов акций, да, привлекать их в общий котел. Понятна моя логика, я не буду сейчас глубже уходить, иначе надо показывать расчеты. То есть, что я делаю? Я не иду в тот шкаф, где у меня дорогие акции лежат, ведь в любом, по-любому они у меня здесь дорогие, да, а мне проще вернуть обратно от кого-то, кто хочет продать. Поэтому, какова стоимость? Ну, не знаю, не буду спекулировать. Почему бы и нет? Это хорошая цель была бы, но думаю, что нет, на внутренней бирже такой стоимости не будет. Не вижу я сегодня благоразумных обоснований тому, что... Продолжение следует... 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 Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь раз по 25 миллионов. Это 175 миллионов. Вот кто даст быстро 175 миллионов? Может и закрыться. Теперь, это если по-свински поступить, да? Теперь есть вариант, есть вариант, дорогие друзья, что инвестиции эти ввести не через Евро-Азиан-Рейлс-Кавиа-Систем-Солминг, а через Юницкий Корпорейшн. Пришел инвестор и говорит, я готов, я готов проинвестировать 175 миллионов. Есть инвесторы, которые готовы полмиллиарда проинвестировать. Откуда им возьмут? Вот, взять отсюда, может быть отсюда. Это очень дорогие акции, понимаете, да? Может быть что-то здесь оставить. Поэтому это вопрос, как бы анализа. Может быть и так, и так. Поэтому я вам просто показал, от чего это зависит. Акции головной компании. Это может быть на конце 8-го, в начале 9-го, в течение 9-го. Вот, я не случайно эти 3 этапа выделил. Вот наш, как бы, предел сейчас. Что дальше будет? А это может очень быстро произойти. Поэтому, понимаете, я не хочу ни пугать, ничего. Но на этом все еще не закрывается, понимаете? Если инвесторы, если ассоциация, опять-таки, нужна ассоциация для переговоров. Понимаете? Если кто-то один будет говорить, ну, будет говорить. Масло пойдет сразу. Сколько такого масла? Сколько тебе на массы? Забудь со своими миллионами. Пришел Сибиряков, у него там сотни миллионов. Скажем, слушай, Сибиряков. Сколько процентов тебе? Сиди, помалкивай. Когда мы придем и скажем, что у нас есть столько-то, давайте будем переговоры вести. Это я в хорошем смысле, это все не в плохом смысле. А просто, что давайте, надо ли или не надо. Ведь в данном случае решается. Поэтому закрыть можно, если это целесообразно. Потому что, извините меня, это очень дорогие акции. Юнический корпорейшн и глобал транспорт инвестор сейчас продает. Под инвестиции дает, понимаете? Когда в будущем можно будет просто, скажем так, привлечь более эффективные эти средства. Но для этого, это еще от чего зависит? Это еще зависит от того, на какой стадии находится тертификация. Я извиняюсь. У меня есть спутники моего путешествия. Вот они шуршат здесь сидят. Ну вот, то есть понятно, дорогие друзья, да? Схема 70 на 30, так. Что тут еще в заголовке схемы 70 на 30 процентов? Вы называете 80 на 20. Где ошибка? В каком заголовке 70 на 30? Где? Покажите. Где 70 на 30? 70. Правильно, на 30 она есть. 70 на 30. 70, 15, 15. Я не говорю 80 на 20. Я говорю, что 20 процентов, это вот эти 30 процентов акций, они имеют. На них выдаются дивиденды. Или привилегированная сумма дивидендов. И она может разделиться, может разделиться часть, половина сюда и половина сюда. Но Юницкий заявил, что до тех пор, пока не будет нормальный процесс дивидендов, он не будет эту часть брать. Ему достаточно будет того, что после отчисления отсюда этих 20 процентов останется 80 процентов от прибыли на эти 70 процентов. Понятно, да? Логика понятна, дорогие друзья? Посидите, подумайте дома, помедитируйте над этим. Если будут вопросы, пишите. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Желаю вам всем успехов. Кто может, кто питерские, приходите. Кто не питерские, приезжайте. Вы не пожалеете. Но впереди еще много форумов по России, по Европе, по миру. Мы уже более чем в 125 странах. И нас уже больше 300 тысяч. Активных инвесторов уже перевалило за 100 тысяч. В нашем полку прибывает. Процесс, дорогие друзья, идет. И я вам желаю тоже быть в интенсивном потоке. Быстро думать, двигаться. Удачи. И нам всем успехов. Всех благ. До свидания. До скорых встреч. Спасибо. – Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...